Как известно, отстрочку от армии военкоматы дают в случае, если сразу после школы выпускник поступил в учебное заведение. Далее, если, например, по окончании вуза молодой человек не поступил в магистратуру или аспирантуру, то его призывают в армию. Кирилл Раевский один из таких. В июне он получит диплом и как раз попадает в этот весенний призыв вооруженные силы. Я учусь в Камышине, на строителе, в политехническом колледже. Несмотря на свой молодой возраст, Кириллу всего 19 лет, он практически уже имеет специальность и давно решил стать военным, причем профессиональным. Он уже знает, что будет служить в соседнем Ростове-на-Дону в войсках специального назначения. Мне посоветовали друзья в интернете, читал много, чтобы пойти. Но я не хочу просто год терять, хочу сразу денег зарабатывать, как на работу ходить. Надо сказать, что отбор на срочную службу по контракту проходит почти одинаково. Результаты медкомиссии, физическая подготовка и образование учитываются при выборе рода войск и специальности. В вооруженных силах проходят службу только две категории. Это категория А – годен к военной службе, и категория Б – годен с незначительными ограничениями. По физической подготовленности. Также кандидат, прибывая сюда, после прохождения медицинских исследований, сдает физическую подготовку. Как известно, освобождение от призыва в армию могут получить молодые люди по состоянию здоровья, если медкомиссия признала гражданина негодным или годным с ограничениями, если он прошел альтернативную гражданскую службу в ВУЗе с военной кафедрой, если он приходится сыном или родным братом гражданину, скачавшемуся от увечья, ранения, контузии или заболевания, которые были получены при исполнении обязанностей военной службы. Но бывает и такое, что призывник во время прохождения комиссии решает служить по контракту. На этой призывной комиссии он должен изъявить свое желание поступить на военную службу по контракту. Соответственно, комиссия выносит решение о том, что разрешено ему поступить или не разрешено. А в каких случаях, может быть, не разрешено? Не разрешено. Ну, в принципе, таких случаев не бывает. В основном идут всегда навстречу, потому что контракт является, ну, как бы, право гражданина выбора. Препятствий там, в принципе, ну, не создаются. Военное российское ведомство вот уже несколько лет планово уменьшает число призывников-срочников. Например, военно-морской флот для прохождения службы на кораблях и подводных лодках срочников практически не призывают. На фоне этого каждый год армия увеличивает число профессионалов. С условиями такой службы можно познакомиться в любом пункте отбора контрактников или на портале Министерства обороны. Данный вид службы всё более осознанно выбирают молодые люди задолго до окончания учебного заведения. Где будут проживать, это первое, казармы, ихний быт, что имеется на территории воинской части, соответственно, где кубриковые, ну, спальни кубриковые, на там 4-5 человек, комнаты досуга. Вот так просто и вполне исчерпывающий любой призывник может познакомиться с местом своей будущей службы. Но только те, кто выбрал контракт. Татьяна Крючкова, Андрей Сабитов, телеканал «Волгоград-1». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова